Как проверить состояние своего кишечника в домашних условиях без врача? На самом деле, воспаление в кишечнике, особенно в тонком кишечнике, который находится внизу, очень сложно отличить на первоначальных признаках. Часто люди уже обращаются за медицинской помощью, когда очень сильно воспаление начинает поражать верхние отделы. И это может привести даже к онкологическим заболеваниям в будущем. Поэтому очень важна самодиагностика своего состояния желудочно-кишечного тракта для избежания таких пагубных последствий. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы узнать три полезные привычки для вашего кишечника. Первое, на что стоит обратить внимание, это ваш стул. Нормальная частота стула – это раз в день. Если это более трех раз в день, это не норма. Если вы ходите в туалет раз в 5-7 дней, но при этом нормально кушаете у вас, нету снижения питания, это тоже не норма. Поэтому в первую очередь обратите внимание на частоту вашего стула. Следующая – это текстура стула. Что я под этим подразумеваю? Дело в том, что ваш кал, так называемый, должен быть плотной текстуры. То есть он не должен быть чрезмерно мягким, либо жидким. Это абсолютно не норма. Также, если кал остается на стенках унитаза, это говорит о том, что в нем очень много непереваренных жиров. Это говорит о том, что у вас, возможно, есть воспалительные процессы в кишечнике. Также, если в кале есть какие-то примеси непереваренной пищи, это также может говорить о том, что у вас нарушение ферментной способности вашего организма к перевариванию пищи. Следующее – это цвет стула. Действительно, цвет стула может измениться в зависимости от приема различных видов пищи. Например, если вы принимаете пищу красного, ярко-красного оттенка, например, это какие-то фрукты или овощи, то цвет стула тоже может поменяться. Либо вы принимаете определенные микроэлементы. К примеру, железо. Черный стул при железе – это абсолютно нормальная история. Либо, например, препараты висмута, трикалия цитрата, которые используются при изжоге, при лечении язвенной болезни желудка, тоже окрашивается стул в черный. Но если вы увидели черный стул, и при этом у вас нету никаких дополнительных добавок, вы не меняли питание, это прям срочный повод обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, потому что это может указывать на кровотечение из верхних отделов кишечника. Это так называемая милена. Обычно, кстати, она еще и вместе с рвотой кофейной гущей, так называемой, идет в паре. Если у вас все эти пункты в порядке, обязательно поставьте лайк этому видео. Следующее – это запоры. Если у вас был один раз запор, в принципе, это может являться вариантом нормы. Но если вы подолгу не можете сходить в туалет, это может говорить о воспалительном характере в вашем кишечнике. Также запоры часто протекают, когда возникает так называемая атония кишечника. Это когда нарушается перистальтика, переваривание пищи. А еще одной из причин запоров, очень часто, кстати, это проблемы с желчевыделением. То есть, это либо проблемы с печенью, либо проблемы уже с желчным пузырем. То есть, если у вас есть запоры, нужно обязательно пройти, в первую очередь, УЗИ желудочно-кишечного тракта, посмотреть, в каком состоянии печень, в каком состоянии бажелочный пузырь, нет ли там песка, либо камней. Скажи, пожалуйста, а может ли запор быть от какой-то еды? То есть, не то, что нет, потому что это проблема, а потому что съемный запор. Да, есть определенные виды пищи, которые могут вызывать запоры. Чаще всего это строго индивидуально. То есть, сказать о том, какой продукт конкретно может приводить к запорам, их не так уж и много. Проще сказать о продуктах, которые приводят, например, к поносу, к так называемой диарее. Но у каждого человека, например, при употреблении большого количества сложных углеводов, например, термически плохо обработанной пищи, это может быть как раз-таки причиной запоров. Но это строго, опять же, индивидуально. И винить пищу в постоянных запорах не стоит, потому что, если это было один раз съедено и один раз запор, это, в принципе, понятно, да, можно отследить. Но если у вас постоянно запоры, есть проблемы с тем, чтобы сходить в туалет, есть вздутие живота, да, позывы к дефекации, но ее не происходит, тут нужно искать все-таки причину в другом. Скорее всего, в воспалении и нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Следующее – это понос. Понос, я думаю, известен всем людям, которые когда-либо съели какую-то некачественную пищу, и в течение нескольких дней, либо нескольких часов наблюдается выделение водянистого стула. Абсолютно не нормой является, если у вас вообще есть жидкий стул, то есть нарушение консистенции. В общем, понос чаще всего две причины. Это либо синдром раздраженного кишечника вследствие какого-то воспалительного процесса, либо второе – это кишечная инфекция. Кстати, поносы часто бывают у людей, которые принимают антибиотики. И в этом случае я прям искренне рекомендую сдать кал на клостридии. Клостридиальный калит – это патологический рост микрофлоры в вашем кишечнике. Он очень погано лечится, тоже, к слову, антибиотиками, но его достаточно легко выявить по анализу. Поэтому обязательно, если у вас частый понос, особенно это антибиотикоассоциированный понос, сдайте анализ на клостридии. Кстати, про анализы. Если вас мучают проблемы с желудочно-кишечным трактом, вы уже замучились ходить по большому количеству врачей, сдали все возможные анализы, я вам рекомендую провести диагностику своего состояния с помощью моего медицинского бота. Ссылка в описании. Следующее – это боли в животе. Тут действительно есть куда разгуляться. У меня вчера позвонила подруга, говорит, очень сильно болит живот, при этом вот просто вот режущая кинжальная боль, не знает, куда себя деть. Я задал только один вопрос. Вопрос заключается в следующем, то, что изменяется ли боль при изменении положения тела. И она действительно начала говорить, что да, вот в определенном положении тела я вот затаилась, и у меня таким образом боль уходит. О чем это может говорить? Чаще всего, если такие боли отдают в поясницу еще, а у нее они отдавали, это может говорить о том, что есть воспалительный процесс, либо камни в почках. Поэтому даже если боли в животе, всегда помните, что это может быть от почек. И действительно, мы сделали УЗИ, потом, я знаю, еще прошла КТ, и выявилась как раз-таки мочекаменная болезнь. Также, если, например, начинаются боли в так называемой эпигастральной области, то есть в верхнем отделе живота, это может говорить о либо патологии желчного пузыря, то есть это камни, либо о патологии поджелудочной железы, вследствие дефицита ферментов, либо о каком-то страшном хирургическом диагнозе, например, аппендицит. Чаще всего это спускается боль при аппендиците в правую подвздошную область и болит в точке Макбюрне, так называемой в правой подвздошной области. Поэтому, если у вас боль правая подвздошная область, эпигастральная область, и боль она постоянная, то в этом случае необходимо срочно показаться хирургу, сделать УЗИ с прицелом на червеобразный отросток. Также боль может локализоваться в нижнем отделе живота, и в первую очередь я всегда всем женщинам рекомендую обратиться к гинекологу, потому что воспаление матки придатков может давать вот такой вот тянущий характер боли. Что еще интересно? То, что боли в животе не всегда связаны с животом. Например, есть определенные формы инфаркта миокарда, то есть это поражение сердца, которые будут проявляться в виде боли в эпигастральной области. И пожилой человек, у которого, например, есть атеросклероз сосудов, повышение давления, может думать, что у него болит живот, а на самом деле инфаркт. Поэтому, если заболел живот у пожилого человека внезапно, то в этом случае необходимо срочно вызывать скорую помощь и делать в том числе и кардиограмму тоже. Следующее – это синдром раздраженного кишечника. Чаще всего он проявляется как раз-таки спазмами, то есть когда у вас желудок болит, но как будто его сжимает, и он болит периодически. Еще одно из заболеваний – это язвенная болезнь желудка. Язва, она или эрозия может проявляться тем, что у вас боли в эпигастральной области, чаще всего они ноющие, либо тупые, они достаточно длительный период времени, плюс они еще связаны с употреблением пищи, усиливаются, например, голодные боли, либо после чрезмерного употребления пищи. И хуже всего, когда с болями в животе при язвенной болезни у вас появляется кровь в стуле. Следующая причина патологии кишечника, на которую стоит обратить внимание – это вздутие живота. Тут важно понимать, что, во-первых, а точно ли это вздутие, а не жир, который вследствие увеличения подкожно-жировой клетчатки у вас выпирает. Второе – это наиболее страшное, так называемый асцит. Это скопление жидкости в брюшной полости. Часть такое бывает, например, при поражении печени, когда появляется воспалительное заболевание печени, и таким образом скапливается вот эта самая жидкость – асцит. То есть, это проявляется таким огромным размером пупка. Бывает даже так называемая голова медузы, когда вены вокруг пупка выпирают, и живот надутый как барабан. И это не говорит о том, что у вас вздутие, это говорит о том, что нужно срочно идти обращаться к хирургу, делать УЗИ и исключать вот эту вот самую жидкость. Ну и, конечно же, вздутие живота может быть из-за неправильной работы кишечника, например, из-за избыточного скопления каловых масс, либо нарушения питания, например, когда вы кушаете слишком много молочных продуктов при лактозной непереносимости. При аллергических реакциях также может проявляться вздутием живота, потому что большое количество гистамина нарушает работу кишечника. Следующее – это изжога. Что это такое? Это обратный заброс содержимого желудка по пищеводу, которая раздражает как раз-таки пищевод. Человек часто может не осознавать то, что у него проблемы с желудком, испытывая боли в грудной клетке, и думая, например, что это пресловутый остеохондроз. А на самом деле у него есть постоянное раздражение пищевода, которое называется гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Еще очень интересно, что если изжога появляется после приема пищи, это тоже может указывать на герб и говорить о повышенной кислотности. Еще, например, если изжога сопровождается кашлем, либо изжога сопровождается определенным положением тела. Например, человек ложится и испытывает изжогу в горизонтальном положении, либо лежа на определенном боку. А когда он встает в вертикальном положении, он уже изжоги не испытывает. Это может говорить о гастроэзофагиальном рефлюксе. Чаще всего все-таки виновником является он. Для того, чтобы выявить причину изжоги, нужно обязательно сделать ФГДС, то есть проглотить лампочку, сделать суточную PH-метрию и обязательно сдать дыхательный урязный тест на Helicobacter pylori. Таким образом, вы можете комплексно оценить состояние желудочно-кишечного тракта и исключить самое важное хирургическую патологию, например, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, которая также бывает одной из причин гастроэзофагиального рефлюкса. Следующее – это газы. Действительно, это для некоторых может быть проблемой, потому что держать в себе не у каждого получается. Это может быть связано либо с воспалительным характером в кишечнике, либо с употреблением некоторых продуктов. Например, люди с непереносимостью молочки, так называемые целиакии. Они при употреблении молочки, у них может быть повышенное газообразование. Ну, также бобовые. Всем известно то, что если ты переешь бобовых, будет избыточное газообразование. А также к избыточному газообразованию приводят газированные напитки и капуста. Но если у вас отходят газы в достаточно большом объеме, так называемое «надевай на пушку сито», то в этом случае необходимо исключить вот эти вот продукты. Если вы их исключили и все равно проблема не уходит, то необходимо сделать УЗИ ЖКТ и проверить состояние вашего кишечника. Если у вас есть определенные симптомы, которые я перечислил, либо вас беспокоит еще что-то, о чем я не рассказал, обязательно напишите об этом в комментариях. Я постараюсь ответить на каждый комментарий по мере своей занятости, но при этом я посмотрю, что вас беспокоит, и, возможно, запишу на это дополнительные ролики. А еще важно обратить внимание на свою кожу. Если кожа в плохом состоянии, она слишком сухая, на ней есть постоянные высыпания, аллергические реакции, это может говорить о том, что у вас проблемы либо с желудком, либо с кишечником. Чаще всего это возникает из-за дефицита микроэлементов, потому что, когда желудок не в порядке, нарушается их всасывание. Второе, на что стоит обратить внимание, это аллергические реакции. Например, сыпь по типу крапивницы может говорить о гельминтозе, то есть, когда у вас паразиты в кишечнике. Поэтому, если у вас есть частые аллергические реакции, высыпания на кожу, важно проверить себя на паразитов. И третье, это хеликобактер пилори. Чаще всего на коже он проявляется либо расширением сосудов, когда очень хорошо видно сосудистую сеточку, либо это покраснение кожи. В общем, кожные проявления при нарушениях работы ЖКТ действительно очень разнообразны. И если у вас есть проблемы с кожей, обязательно обследуйте свой ЖКТ. А теперь для всех, кто досмотрел этот ролик до конца, держите три полезные привычки, которые улучшат состояние вашего желудочно-кишечного тракта. Первое, это фрукты вместо сока. Сок, на первый взгляд, является прекрасным выбором. Обычно в фильмах, сериалах и рекламе говорится то, что начни день с стаканчика свежевыжатого сока. Но при этом сок не содержит главное. Это клетчатку, которая очень положительно сказывается на вашем пищеварении. А также, если вы используете пакетированные покупные соки, не стоит надеяться, что там большое количество витаминов, которые будут вам полезны. Помимо этого, когда вы выпиваете сок, то из-за отсутствия клетчатки у вас резко повышается количество сахара в крови. А когда вы едите фрукт, ваш организм легче справляется с большим количеством сахара и правильно его перераспределяет за счет содержащейся в фрукте клетчатки. Второе, это обязательно добавляйте гарнир к любой пище. Это может быть гречка, булгур, рис, все что угодно. Самое главное то, что все это содержит большое количество клетчатки, которое улучшает ваше пищеварение. И третье, отдавайте предпочтение в сторону цельнозерновых продуктов. За счет большого количества клетчатки улучшается пищеварение и настраивается правильная работа полезных бактерий в кишечнике. Отдавая предпочтение цельнозерновому хлебу, вы получаете 7 грамм клетчатки из каждого кусочка. Это треть дневной нормы. А также используйте твердые сорта макарон, которые тоже содержат большое количество клетчатки, которая так важна для вашего кишечника. Также в магазинах, в секциях здорового питания можно найти специальные отруби, которые содержат также большое количество клетчатки.